Павел Дмитриевич Гусев, главный древний обмороженского папила. Может, сначала ваш общий комментарий по игре, что понравилось, что не лучше? Понравился конечный результат. Это я скрывать не буду, что понравился. Серия наша продолжается. Что не понравилось, не понравилось качество игры. В организации игры большие претензии к игрокам в средней линии. Здесь у нас произошла большая ротация состава по сравнению с последней игрой. Вообще по сравнению с тем, что мы играли в чемпионате, получили шанс. Сегодня вышло 5 человек в основном составе. Это те ребята, которые имели, скажем так, меньшей игровой практики. И поэтому сразу, конечно, это сказалось на содержании игры. Вот именно в плане ведения комбинационной игры, командной игры. Это сказалось. Потому что игра такая была на встречной корпусе, взаимными шансами на успех. Мы могли мяча 3 еще забивать, которые обязаны были забивать. И у «Витязя» были хорошие моменты во втором тайме. Поэтому благодарен за результат, но не за качество игры, которое показалось у меня командой. План на игру в общих чертах у нас какой был? План на игру не в общих чертах, а план на игру принимался такой. Очень организованно сыграть в обороне. Контроль мяча и быстрой атаки. Быстрой атаки. Были проблемы во всех трех компонентах. Не так убедительно, как мы играли. Но здесь, наверное, уже сказывается и окончание чемпионата, и то, что где-то может быть даже легкая такая, скажем, не эйфория, а в какой-то степени небольшой недонастрой, что мы за счет того, что в организации, за счет индивидуального мастерства сыграем лучше. Но, к большому сожалению, то, что я сказал вначале, мне не все пробычилось. А по игре «Витязя» что скажете, как вам наш команда? Хорошая, добротная команда. Все, мы и дома с ней играли очень тяжело. Ну, хотя дома у нас было такое более убедительное преимущество игровое и в плане территориальном, и в плане игрового. Мы вели один ноги. В самом конце Артем тоже самое. За счет ошибки левого защитника нашего. Ошибки он сравнял в самом конце счет. И еще могли не проиграть дома, потому что у нас потом удаление было. И в меньшинстве мы заканчивали игру общего. Добротная команда, ровная во всех линиях. И она и результаты показывает. Если анализировать команду, мы готовы к этой игре анализировали. Результаты приблизительно одинаковые. Что дома, что на выезде. Даже на выезде команда ночев больше набрала. И по количеству забитых мячей, и пропущенные где-то такое равенство. И все. Ровная, хорошая команда реализовала. Вот две такие хорошие игры с чемпионом, но при этом виде сидят достаточно в середине таблицы. Как вы думаете, с чем может быть связано? Мне трудно судить, с чем это связано. Это есть главный тренер, есть тренерский штаб, который разберутся. Чтобы говорить о чем-то, нужно знать ситуацию изнутри. То, что я вижу, то, что команда показывает, я по сегодняшней игре дал комментарии. А что, ну, они, ребята, стараются все, но где-то, с моей точки зрения, то место, которое на сегодняшний день седьмое, они немножко должны повыше с такой организацией и с желанием с этим. Если они на всей листоке так проводят, то, конечно, они лучше должны быть. Мысли о ФНЛ вас уже посещают? Как готовить команду, какие позиции у себя? Да, посещают, конечно. Уже вторую неделю, как они меня посещают. И днем, и ночью. Ну, конечно, я понимаю, как нужно готовить команду. Мы, собственно, готовились к длительной паузе между весенней и весенней частью. Большую работу проделали, закладывали фундамент, потому что, ну, имея отрыв определенный, и лидером идти весь чемпионат, это, с одной стороны, сложно, сложно, потому что без права на ошибку. И мы уже как-то понимали, о чем дальше будет идти. И о том, что некоторые позиции нужно усиливать. И, естественно, что есть у нас, например, эти игроки, которые усиливают. Владислав Михайлов Тернацкий, главный тренер «Витязя». Можно Ваш общий комментарий? Сыграли с достойным соперником. И хочу поздравить воронежских болельщиков и факел с выходом ФНР. Они этого достигли на протяжении всего сезона. В том году мы, наверное, немножко не дали это сделать. Это футбол. Я думаю, зрителям игра понравилась. До последней минуты было напряжение. «Факел» ввел 1-0, потом их сравняли. Ну и в конце «Факел» немножко оказался удачливый. Два гим проиграли. Ожидали от соперника в первой половине игры такой не особо активной игры в этапе? Ну, наверное, наши защитники постарались. Ошибка вратаря, пропустили мы мяч. Ничего, без ошибок. Кто меньше допускает ошибок, тот и выигрывает. Допустили мы ошибку. Вратарь плохо вышел. Ну, ничего страшного. Коллектив и тем славятся, что друг другу должны помогать. Во втором тайме уже... Хотя в первом тайме у нас были моменты, не реализовали. У нас больше было моментов в первом тайме. Ну, кто забивает, тот и выигрывает. Снова столько моментов и забить никак не можем. Ну, вот это наша реализация. Кулешев забивает, второй нападающий забить не может. На протяжении семьи. Ну, тут может какие-то уже перестановки в составе делать? Никого нам пускать. У нас уже нет. Никиту Голова, 18 лет. Он еще сыроват для такого футбола взрослого. Немножко поработает, полгода проводит. Тогда будем уже его двигать в основном в составе. Ну, сейчас вот два матча остались. В принципе, уже в середине таблицы мы точно. То есть, может быть, как раз время дать молодежи себя показать? Да нет, мы руки не будем опускать. Будем ставить задачу эти две игры выиграть. Так что посмотрим на состояние. Новикова у нас сегодня, вот, мы его поменяли. У него, видите, пальцы болят. Молодец, вышел с первых минут. Травма не позволила дальше сыграть. Поэтому пошла замена, может, и замена эта немножко усугубила нас, нам игру в обороне. Потому что выпустили правого защитника, но немножко он не вписался в игру. Ну, все равно до забитого нам мяча в обороне действовали достаточно уверенно, а после этого то факел прибавил или перелог переваливался? Ну, я думаю, замена Новикова повлияла нам. Ващенко не вошел в игру и сами видели немножко его. Вот правый фланг у нас выпал, единоборство проигрывало, что в ней зарабатывало. Для Воронежа. А Воронеж на протяжении всего сезона, вот даже в Четаново играли, там со штрафных все забили, да, со стандартных положений. Вот так вот. Так что, может, то, что Новикова выпал, потерял на результат. Ну, сегодня вот со стандартов не забили. То есть, как-то это специально изучали, как они действуют? Ну, мы смотрели кассету, конечно, изучали. Акцент я сделал, чтобы поменьше штрафных делать у своих ворот. Ну, может, это и наши защитники все выигрывали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok